21 января 1906 года вышел первый номер первой газеты на чувашском языке ХИБАР. Сейчас, спустя 112 лет, в республике зарегистрировано уже 124 СМИ на русском и чувашском языках. И сегодня их представители отметили профессиональный праздник – День Чувашской печати. Мы находимся во Дворце культуры имени Ухса. И вот вы видите, что сзади меня работают наши коллеги из ГТРК Чувашия. Вокруг очень много журналистов из газет и других СМИ. И обычно таким составом мы собираемся, чтобы освещать какие-то крупные важные события в нашей республике. К примеру, Чебоксарский экономический форум. Но сегодня я и мои коллеги совмещаем приятное с полезным. Мы работаем на нашем профессиональном празднике – Дне Чувашской печати. Так уж сложилось, что несмотря на официальное название праздник этот отмечают не только журналисты газет, но и все, кто имеет отношение к любым СМИ. Способы донести информацию до населения у нас разные, а суть одна. Журналист, я всегда говорю своим ученикам, которых у меня в свое время было достаточно много, это как полупроводник. Чем чище, тем меньше искажение сигнала, тем более правильная доходит информация до человека, который в ней нуждается. А вот за что больше всего работу свою любите? Наверное, за то, что можно реально помочь людям. О событиях может рассказать любой человек. Но журналист должен о событиях рассказать так, чтобы остальные начали над этим думать и задумывались. И все-таки среди чувашских СМИ большую долю сейчас занимают именно печатные издания. Однако ряд специалистов полагают, что осталось существовать им недолго. Мол, все перейдет в электронный вид, и праздник придется переименовать. Может быть и так, но точно не в ближайшем будущем. Электронные издания для молодежи. У нас в районе, в населенных пунктах проживают в основном пенсионеры и люди зрелого возраста. Но они, конечно же, после работы берут в руки, в свои руки газету и интересуются, о чем пишет районка. Как и наша съемочная группа, большинство журналистов на праздники работало. Вечером выдавать материал. Так что развлекать такую аудиторию организаторы решили с пользой для производства. Как говорят на телевидении, чтобы картинка была. Расскажите, вы сейчас в роли кого? Как себя чувствуете? Ой, вообще просто замечательно. Намеренно сюда пришли. Потому что вот этот образ, он, наверное, по энергетике внутренней абсолютно соответствует главному редактору печатного издания. Я так думаю, что такая какая-то хлеборобная женщина тут, судя по всему, да? Нет? Нет? Ошибаюсь, да. То есть мы несем не в буквальном смысле хлеб, мы несем хлеб информационный. Поэтому очень хотелось вот сфотографироваться на этом стенде. Выйдя на сцену, глава Чувашия, хорошо знакомый со спецификой работы телевизионных операторов и фотографов, сразу понял, что не хватает в зале тем, кто освещает события. Освещение можно? Зал. А то я не вижу наших друзей-журналистов. Спасибо. Уважаемые журналисты, издатели, полиграфисты, искренне поздравляю вас с Днем Российской и Чувашской печати. В День Чувашской печати по традиции лучшим вручали награды и подводили итоги. Для национального телевидения главным достижением прошлого года, пожалуй, стал выход на спутник. Теперь смотреть наш канал можно в любой точке России. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика.